Здравствуйте! На канале ФКТ «Время новостей» в студии Инга Габейшая и в начале коротко о некоторых темах выпуска. Узаконенные судом самострой легально подключат к сетям. На каких условиях глава Сочи рассказал на встрече с представителями 10 домов в Центральном районе. Взгляд на возраст. Сегодня в Сочи стартует фотоконкурс, посвященный Дню пожилого человека. Эмин запустил в Сочи бумеранг. На курорте артист представил новую сольную программу. Солнце уже не жжет, но на стадионе очень жарко в Сочи. Проходит Кубок России по пляжному футболу. Узаконенные судом самострой в ближайшее время смогут легально подключить к коммунальным сетям и жители будут получать услуги ЖКХ в полном объеме. Об этом глава города Анатолий Пахомов рассказал на встрече с представителями 10 многоквартирных домов в Центральном районе. Первое и самое главное, что отметил мэр, пострадавшими этих собственников может признать прокуратура. Для этого им необходимо написать заявление на застройщика, который взял деньги за квартиры, но не обеспечил подключение коммуникаций. Напомню, речь идет об узаконенных судом самостроях. Построенные на участках под ИЖС многоквартирные дома официально не введены в эксплуатацию, а вода и свет подключены там по временной схеме. Объем энергоресурсов ограничен и не хватает всем потребителям, проживающим в проблемных квартирах. Так вот, признание людей потерпевшими дает право на присуждение им материального ущерба. Ведь доводить все до ума, то есть заказывать технические условия на подключение к коммуникации им придется за свой счет. И для этого есть еще одно условие. Должно быть сформировано товарищество собственников недвижимости. Сотрудники администрации Сочи готовы оказать пострадавшим организационную и консультативную помощь. Всем написать до единого заявления в прокуратуру, где обозначить, что застройщик такой-то, такой-то не выполнил свои обязательства, таким образом, мошенническим путем завладел нашими деньгами. Как только вы напишите все 26 заявлений в прокуратуру, вам не надо искать застройщика. Он сам прибежит к вам и скажет, мужики, что надо? Уже многие недобросовестные застройщики осуждены или находятся под следствием. Также в городе действует специальная программа по подключению к сетям водоснабжения. Она предусматривает возможность оплаты за услугу подключения в рассрочку. Но, повторюсь, собственникам необходимо объединиться в товарищество, то есть стать юридическим лицом. Такие встречи с собственниками квартир в узаконенных суд-дом-самостроях проходят во всех районах города. Накануне Анатолий Пахомов встретился с жителями Адлерского района, а до этого Хостинского. Теперь вот порядок действий при получении доступа к коммунальным услугам легализованных строений в полной мере разъяснен жителям центра. На очереди Лазаревский район. Сочи вошел в десятку городов с лучшей системой здравоохранения. К такому выводу пришли эксперты Финансового университета при правительстве России. Они проанализировали данные соцопроса, проведенного в городах с населением более 250 тысяч человек. Учитывали продолжительность жизни, доступность и качество медицинских услуг для населения. Отдельно рассматривали долю взрослых жителей города, у которых за последние три года были повод и желание подать судебный иск на врача или медицинское учреждение за ошибки, упущение или халатность в работе. Еще один показатель – это доля жителей, у которых за последние три года были случаи, когда им приходилось обращаться в другой регион или за границу за необходимой медпомощью. Суммировав все данные, эксперты пришли к выводу, что лучше всего медицинское обслуживание в Москве, Санкт-Петербурге, Сургутте, Тюмени, Екатеринбурге и Сочи. В решении проблем с заторами на дорогах Кубань планирует перенимать опыт Финляндии. Об этом сегодня шла речь на встречу главы региона Вениамина Кондратьева с чрезвычайным послом Европейского государства. Как отметил губернатор края, особенно остро вопрос с пробками стоит в Краснодаре. За последние годы количество автомобилей в кубанской столице выросло в разы. А именно Финляндия сегодня славится умной транспортной логистикой. Одна из иностранных компаний уже успешно реализовала проект в Москве. И по словам главы региона, краевые власти сегодня заинтересованы в предложениях по улучшению качества работы городского транспорта. Транспортные коллапсы, безусловно, преследуют не только наш краевой центр Краснодар. Я уверен, это свойственно многим нашим городам. Машин стало в десятки раз больше, а улицы мы не расширим. Поэтому здесь, конечно, нужен умный город, умная транспортная логистика, где вы преуспели. И здесь мы тоже можем найти взаимное сотрудничество. Если вы нам поможете, все-таки создать транспортную логистику для нашей краевой столицы, для Краснодара. Мы об этом очень заинтересованы. Потому что город, конечно, мы не расширим. Это исторические узкие улочки, по себе уже сложившиеся застройки. Поэтому здесь надо просто думать. И мы готовы на любые предложения, которые будут способствовать разживанию пробочной ситуации. Мы, конечно, заинтересованы. И в России в целом работает около тысячи финских компаний. Ваш край не знаком, но первый раз попал именно в Краснодар. И, конечно, уже первое впечатление произвело очень позитивное. Мы видим, что край развивается, растет, есть огромный потенциал. Кроме того, Краснодарскому краю были бы интересны проекты финских компаний в области придорожного сервиса, отметил Вениамин Кондратьев. Кубань сегодня один из главных курортных регионов страны. Только в прошлом году у нас отдохнули около 16 миллионов человек. С каждым годом эта цифра растет. В том числе увеличивается количество автотуристов. Мы готовы весь придорожный сервис, только брендовый, хороший, начиная от границ края и до Черноморского побережья, и до Крымского моста, то есть до Крыма, отдать, если есть у вас такой бизнес или бизнесмен, который готов взять всю дорогу от границ края и сделать вот такие брендовые придорожные сервисы, скажем так. На самом деле, где можно переночевать, хорошо покушать, провести даже 2-3 часа с детьми, поотдыхать. Но это должно быть брендово, это должно быть одинаково, одинаковые стандарты, одинаковая цена, не так, как сегодня у нас, кто на что гораст, если уж по-честному, а привести к такому хорошему, цивилизованному, современному сегодняшнему уровню. Также на встрече обсудили сотрудничество в строительстве, туризме и производстве экопродуктов. Руководители финских предприятий высказали свои идеи по развитию совместного бизнеса. Глава региона поручил профильным ведомствам детально проработать все озвученные проекты. А для укрепления сотрудничества Вениамин Кондратьев предложил открыть в Краснодаре финский торговый дом. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». Новое руководство, новые рекорды. С начала года на 17% выросли инвестиции в экономику Лобинского района. С рабочим визитом там побывал губернатор Вениамин Кондратьев. Он осмотрел несколько сельхозпредприятий, пообщался с местными жителями. В феврале у муниципалитета сменилось руководство и район начинает набирать темпы роста. Какие отрасли вырвались вперед и какие планы на развитие Лобинского района, расскажут наши краснодарские коллеги. Все овощи и фрукты на этой ярмарке действительно самые свежие. Ведь на прилавок они в буквальном смысле отправились прямо с грядки. Фермерский дворик в Лобинске открылся всего пару недель назад. Торговать здесь могут исключительно местными продуктами. Картофель, огурцы, томаты, молоко, сыр и мед. Только то, что вырастили и произвели в районе сами фермеры. Своими успехами в торговле делятся с главой региона. Говорят, от покупателей просто отбоя нет. Насколько вам, в первую очередь, удобно на фермерском дворике реализовывать свою продукцию? Наш клиент очень доволен, потому что здесь у нас есть парковка в свободном доступе. У нас график работы шикарный. Мы работаем с 8 до 7. Это очень людям удобно. Мы работаем без выходных, без перерывов. Плюс ценовая политика. Люди устраивают, поэтому все очень довольны. Абсолютно верно говоришь. Две задачи. Первая – это вам максимально обеспечить гарантированный сбыт. У вас должен быть свой угол, где вы всегда сможете сбывать свой продукт. А вторая задача – это у жителей, напрямую у вас, у производителей, покупать то, что вы производите. Выращиваете или делаете. В том числе сыр или молочные продукты. По цене производителя. Как бы мы ни говорили, но любые торговые сети – это посредник. И кому нужно, он придет к вам. Купить натуральное, в первую очередь, экологически чистое – это однозначно. Но и доступное по цене. Создание целой сети таких фермерских двориков – поручение губернатора края. Выгодать действительно должны обе стороны. Одни получают экологически чистые продукты, которые стоят заметно дешевле. И вторые могут быть уверены, что продадут выращенные овощи. На этом дворике в Лобинске сейчас 20 торговых мест. Ни одно не пустует. Среди местных жителей ярмарка уже очень востребована. Впрочем, приходят сюда не только за свежей зеленью, но и за хорошим настроением. Я на дворике торгом. Молодею с каждым днем. Не страшна мне суета. Торговать буду до сюда. Такие точки сбыта сельхозпродукции в Лобинском районе – действительно выход. Ведь агропромышленный комплекс в муниципалитете – одна из ведущих отраслей. Здесь даже планируют заложить первый на Кубани экосад площадью 32 гектара. За время рабочего объезда Вениамин Кондратьев посетил предприятие, где выращивают овощи, используя принципы органического земледелия. То есть абсолютно без применения каких-либо химических удобрений. Семена овощей засевают не протравленными, а в качестве защиты от вредителей и болезней только специальные биологические средства. Все, что здесь мы видим, выращено без применения химических удобрений. Абсолютно точно. Вы знаете, вы абсолютно верно действуете и двигаетесь сегодня, потому что у нас сегодня очень изыскательный потребитель. И есть та категория, которая, знаете, как в народе говорят, заморачивается насчет экологически чистого продукта. И это их право. А мы должны не растеряться. Мы – это аграрии, селяне. И мы должны дать такое предложение, которое будет устраивать всех. Сегодня все уровни полок мы должны заполнить. Именно продукция, которая производится в Костровском крае. В том числе и та верхняя полка, которая называется эко-продукт. Эко-овощи, эко-фрукты. Принципы экологичности соблюдаются и на одной из крупных животноводческих ферм в Лобинском районе. Коровы здесь круглый год пасутся на свежем воздухе. Мясное стадо более чем в 2000 голов. Все одной абердин ангузской породы. Именно качество кормов и такие особенные условия содержания впоследствии влияют на качество мраморной говядины. Мы всегда говорим, где определенные преимущества того или иного муниципального образования, которое можно сегодня использовать, в том числе и в конкурентной среде, чтобы максимально муниципальное образование, максимально инвесторов привлекло. Или вот это, используя собственный потенциал, вот те ресурсы, максимально добилось экономического роста, развить. И вот все-таки Лобинский район и иные районы предгоря – вопрос мясного животноводства. Здесь нужно повнимательнее посмотреть. Это зона, которая сегодня способна давать не просто говядину, а дорогую говядину. Тот продукт, который сегодня очень востребован на рынке и краю, ну, конечно, и страны, а на внутренний рынок страны, конечно, выходить нужно. Действительно, вот это предгорье, то, что раньше не могли фермеры его предпособить по что-то, для животноводства, для крупного, среднего, оно уникальное. Поэтому мы обязательно будем всячески содействовать. Мы проводим инвентаризацию всех земельных участков до 1 декабря. И все свободные земли будем либо под животноводство, либо под тепличное хозяйство, чтобы с дальнейшей переработкой. Поэтому вашу задачу будем исполнять. Своими впечатлениями после объезда по Лавинскому району губернатор делится уже на традиционные встречи с местными жителями. Рекордный урожай зерновых и зернобобовых вывел район в лидеры в своей южной предгорной зоне. Каждую рубль, которую вложили в эту отрасль, приносит в казну муниципалитета больше двух рублей. Но есть и над чем поработать. Руководителю муниципалитета одна из самых острых проблем водоснабжения района. В некоторых хуторах и селах до сих пор есть перебои в частных домах. Сейчас здесь поставили на рельсы замену коммуникаций. Ставят дополнительные резервуары, системно ремонтируют трубопровод. Среди других немаловажных вопросов, которые волнуют жителей, газификация муниципалитета. Голубого топлива нет в домах 29 населенных пунктов. Но даже там, где подведены сети и в домах есть котлы, люди с февраля не могут подключиться к центральной системе. Губернатор требует активнее включиться в эту работу и районных, и краевых чиновников. Людям на самом деле обидно, и когда с ними встречаются, когда рядом газ проходит, а они все еще на дровах сидят или на любом виде топлива. И здесь недопустимо это. Максимально, я еще раз подчеркиваю, включайтесь, мы готовы подключаться. Ну, конечно, гарпешки нужно ставить. Вот в чем вопрос. Андрей Теременович, надо сейчас максимально это делать. А что ждать-то? И давать за себя, за того парня и за те десятилетия, где, может быть, не настолько были активны. Хоть Лобинский район по социально-экономическому развитию и занимает сейчас позицию ниже среднего по краю, губернатор отмечает, что район стал жить совершенно в другом темпе. Муниципалитет заметно прибавляет во всех направлениях. И это при том, что новый руководитель Лобинского района Игорь Чигаев вступил в должность меньше, чем полгода назад. Приоритет для главы района и для главы края, приоритет очень важен. Надо эффективно не делить, а управлять бюджетом. Именно управлять. Вкладывать туда, где есть максимальная отдача. Самое сложное – быть максимальными управленцами, эффективными управленцами, результативными управленцами. И вот сегодня я скажу по-лабинску. На самом деле, я хочу сказать, что стабильность назначена есть, а значит и есть развитие. С Игорем Олеговичем, с таким главой, я чувствую, вы его поддержите по-настоящему. И он старается, он очень активен и на краевом уровне, но очень активен. То есть он принимает участие везде, где можно только выбить дивиденд с края, чтобы что-то притащить в свой лабинский район. Ну а, Игорь Ильич, вам очень повезло с жителями. Вот я посмотрел, тут компания-то такая, знаете, она заскучать вам не даст 100%. Первые изменения в лабинском районе, что называется, налицо. Рост инвестиций за первое полугодие вырос на 17%. Бизнесмены видят в муниципалитете стабильную и перспективную площадку для масштабных проектов. Это не только даст новые рабочие места, но и в целом отразится на благополучии каждого жителя, станицы и хутора района. Инна Чайко, Мария Крошная, Денис Москаленко и Алексей Комаров, Кубань-24, Лабинский район. К новостям вернемся после прогноза погоды и короткой рекламы. Не переключайтесь. 20 сентября в Сочи ясно. Ночью температура воздуха плюс 17, плюс 19. Днем плюс 23, плюс 25. Температура морской воды 24 градуса. Более 1200 заявок за неделю столько подано на конкурс «Лидеры Кубани. Движение вверх». Наибольший интерес к участию проявляют жители Краснодара, Сочи, Анапы, Славинского и Крымского районов. Конкурс проводится впервые по решению губернатора для выявления перспективных менеджеров и руководителей. Как отметили организаторы, больше половины заявок получено от мужчин. 65% заявки от людей старше 30 лет. Столько же имеют высшее образование. Финалисты смогут принять участие в образовательных программах, пройти полугодовую стажировку в различных организациях края. Кроме того, в течение шести месяцев им будут предоставлены личные консультации от топ-менеджеров крупнейших компаний и государственных деятелей, а также личный план развития. Свои силы может попробовать любой. Важно иметь необходимые старшие работы. Если желающему нет 30, то он должен отработать по специальности не менее года. Если старше 31, то обязателен опыт руководства не менее двух лет. Многоквартирные дома в Сочи почти на 100% готовы к зиме. Об этом в интервью нашему каналу рассказал директор департамента городского хозяйства администрации Сочи Сергей Самко. Практически во всех многоэтажках уже проведена опрессовка и промывка систем. Основную роль в подготовке к отопительному сезону в многоквартирных домах играют управляющие компании, рассказал Самко. Несколько домоуправлений еще не довели свою работу до конца. Хочу также воспользоваться вашей передачей, донести до жильцов города Сочи эту информацию. Если жильцы дома видят, что управляющая компания в ненадлежащем виде исполняет данный вид работ, в том числе можно реагировать в департамент городского хозяйства. Сегодня департамент городского хозяйства наделен частично полномочиями по выезду на место и определению нарушений, если они имеются. Дальше материалы передаются в государственную жилищную инспекцию, которая имеет полномочия по привлечению к административной ответственности управляющих компаний, если это будет выявлено в процессе проверки, что данная работа ненадлежащего качества. Также Сергей Самко отметил, что из 108 котельных в Сочи пока к зиме не готовы 13, но на то есть объективные причины. Как мы знаем, город Сочи – курортный город, поэтому ряд котельных, которые подают горячую воду в летний курортный сезон, учитывая, что необходимо было подождать завершение пикового летнего сезона, и сейчас эта работа будет проводиться в течение октября. До конца октября мы 13 котельных также подготовим к одопительному сезону. Он стартует в Сочи 15 ноября, но в случае, если среднесуточная температура будет в течение трех дней держаться ниже 8 градусов, то дата запуска тепла будет пересмотрена. Подробнее о подготовке курорта к холодам смотрите в программе «В курсе» на следующей неделе. Эмин запустил в Сочи бумеранг. В фестивальном артист представил новую сольную программу, что вошло в трек-лист, с кем Эмин планирует спеть дуэтом и как он добрался в Сочи из Баку. До начала концерта певец пообщался с нашим корреспондентом. Название для сольного тура не случайное, говорит Эмин. Певец уверен, та любовь, которую он дарит своим слушателям, возвращается к нему. Потому и бумеранг. К тому же после первого большого турне по стране, охватившего 50 городов, Эмин вновь отправляется на гастроли по России. А еще в другие страны, новые места, где певец еще не выступал. Этот тур интересен тем, что я собрал лучшее, наверное, из того, что сделал за последние 15 лет. И на английском языке, и на русском языке, и свои песни, и чужие песни. И все это в одном концерте, в такой красочной программе. Мне кажется, что пока везде всем все нравится. В трек-лист программы «Бумеранг-2018» вошли последние сольные песни, представленные музыкантом в прошлом году, а также композиции из нового дуэтного альбома. В том числе кавер-версия на легендарную песню Владимира Кузьмина «Сибирские морозы». К слову, это произведение Эмин исполнил в присутствии автора. Кузьмин посетил сочинский концерт «Коллеги». В целом, певец признался, что он за переосмысление музыкального произведения. К тому же у слушателя кавер-версия вызывает новый интерес. Всегда это дает новую краску песни, дает возможность снова услышать эту песню. Потому что иногда то, что начинает где-то забываться, где-то не так часто звучать, вот какая-то новая аранжировка, новое дыхание, ни в коем случае это не должно конкурировать с оригиналом. Потому что оригинал – это всегда шедевр. Исполнил российский певец и музыкант азербайджанского происхождения и самые эмоциональные песни новой пластинки. А еще рассказал, что в ближайшее время поклонники услышат его новый дуэт с певицей Славой и популярным немецким диджеем Робином Шульцем, который будет больше ориентирован на европейского слушателя. Что же касается концерта в Сочи, то он прошел при полном аншлаге. Эмин в очередной раз влюбил публику в свое творчество. А сам признался, что давно влюблен в Сочи. В Сочи, конечно, я здесь был очень много раз и на разных мероприятиях, сборных концертов. Новая волна у вас недавно проходила. Поэтому в Сочи классно. Особенно из Баку, вот я сейчас летел, я детей в школу провожал. Получилось, что полтора часа, час двадцать и я в Сочи. Всегда приятно возвращаться там, где твоя музыка, твоя программа понравилась. Каждый концерт Эмина – музыкальное приключение, где артист не боится экспериментировать. Поэтому после бумеранга будет новый сюрприз, который Эмин обещает обязательно представить в Сочи. Ольга Десятого, Инга Габешия, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Взгляд на возраст. Сегодня в Сочи стартует фотоконкурс, посвященный Дню пожилого человека. Международный праздник отмечается 1 октября, а на курорте шестой раз подряд пройдет декада пожилых людей. В ее рамках в сети Инстаграм стартует конкурс фотографий. Для участия в нем необходимо подписаться на аккаунт администрации Сочи в Инстаграм, сделать свой профиль открытым, загрузить одну публикацию с фото или серией фотографий пожилого человека. Надо отметить на фотографии аккаунт администрации Сочи, под фото рассказать, кто для вас этот человек, и разместить небольшую историю о нем, а также поставить хэштеги «Взгляд на возраст» и «Пожилые люди Сочи». Победитель будет определен 10 октября в полдень по наибольшему количеству лайков. Приз – семейная фотосессия от Натальи Масловой. Саратовцы разгромили адлерцев. В Сочи проходит Кубок России по пляжному футболу. Солнце уже не палит, однако на стадионе развернулись жаркие баталии. Расскажет Елена Всецына. Сегодня на стадионе «Меретинский» Саратовская дельта и местный клуб «Адлер». Гости, конечно, с большим спортивным опытом, претенденты в лидеры, сочинский клуб из новичков. Тем не менее, уступать никто никому не хотел. Ребята недавно только начинают свой путь в пляжном футболе, поэтому им тяжело, им надо отдать должное, они бьются, стараются до конца, поэтому молодцы они. В формат финального турнира просто все участники посредством слепой жеребьевки были поделены на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы пройдут в плей-офф, который начнется с одной четвертой финала. На этот раз турнир собрал 16 команд, 7 из которых представляют Российскую Суперлигу, а остальные преодолели барьер региональных отборочных соревнований. Я здесь, потому что я болею за Саратов, ребята вообще очень молодцы, и большое им спасибо за то, что они показали реально красивый футбол, очень динамичный, вот, очень круто, спасибо большое, вообще замечательно, очень рады. Мы на пляже были, но мы также знали, что проходит в Адлере турнир, и мы, конечно же, хотели поболеть за наших ребят, вот, в общем, мы рады, что они выигрывают с таким огромным счетом. В матчах основной стадии турнира выступают более 60 команд и около 3000 игроков. В квалификационных этапах, которые ежегодно проходят по всей стране, принимают участие более 200 клубов, представляющих различные регионы России, от Калининградской области до Камчатского края. Это позволяет считать Кубок России крупнейшим официальным турниром в мире. Сегодня удача была на стороне саратовских футболистов, они выиграли у адлерцев со счетом 15-2. За 10 лет проведения самого масштабного турнира по пляжному футболу победители были разные. Дважды побеждали столичные строгенцы. Два трофея у «Кристалла» четыре раза выходил в лидеры «Локомотив». Кто на этот раз станет обладателем Кубка России по пляжному футболу, узнаем 23 сентября в воскресенье. Елена Овзец, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКФ». В Сочи 21-22 сентября закроется спортивный сезон соревнований по триатлону в России. В эти дни в акватории Порта и Меретинске пройдут состязания по железному и олимпийскому триатлону «Айрон Стар», а также забеги «Айрон Леди». Для участия в главных соревнованиях сезона в Сочи прибудут полторы тысячи спортсменов из 12 стран, в том числе один из самых опытных спортсменов Европы – сильнейший триатлет Чехии Петр Воброушек, который выйдет на старт железной дистанции уже в 192-й раз. Заключительные, самые важные и сложные состязания пройдут в субботу. Участникам предстоит проплыть почти 4 километра в акватории Порта, проехать на велосипеде по побережью трассам Красной Поляны 180 километров и пробежать марафон по набережным. На прохождение всей дистанции дается не больше 16 часов. Абсолютный победитель прошлого года россиянин Иван Харин преодолел весь маршрут за 9 часов 25 минут. Финал спортивного сезона «Айрон Стар» – это уже восьмые по счету старты по триатлону, которые проходят в Сочи. И еще одна информация. В связи с проведением Кубка России по лыжи-роллерам в Адлерском районе 23 сентября с 7 до 8.30 на маршрутах 57К, 125С, 135 вводится временная схема движения. Будет исключен ряд остановок. Маршрут номер 171, ЖД вокзал Адлер, село Ахштырь и вовсе будет отменен с 7 часов до 10. Подробная информация размещена на нашем сайте fkt.com. Ну и все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас также в социальных сетях – в Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram и в группе «ФКТ ВКонтакте». В студии была Инга Габеша. Спасибо за внимание и всего вам самого доброго. Благодарим за создание имиджа ведущей студию красоты «Мико Бьюти» и лично ее основателя Милану Гаспарову. Студия красоты «Мико Бьюти» – макияж, прически, броу-бар, курсы для бровистов и обучение визажу. Такая, как хочешь. Такая, как любишь. Такая, как нравится. Такая, как всегда. Сезоны. Женская одежда. Парковая 17. Субтитры создавал DimaTorzok